12. Тема канонизации. Вопрос 2402. Оправдывался ли как-то епископ Михаил перед нападавшими на него? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Всеми материалами на эту тему не обладаю, а есть всего несколько статьей. Ответ отцу Карабиновичу. Кавычки открыты. Всякая клевета от дьявола. Иоанна 8.44. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Недавно прислали мне книгу «Собрание статей по делу епископа Михаила Канадского». Мне очень не хотелось бы отвечать на эту книгу, представляющую лошное невежество. С бесконечной клеветой ложи. Но от меня желают ответа люди, мнением которых я дорожу, и потому скажу кое-что во имя церковного мира для тех, кто действительно хочет этого мира, а не смуты и вражды. Лжи и невежество достаточно уже в предисловии книги. На странице 4 и 5 автор отец Карабинович повторяет совершенно непонятную ложь, будто епископ Михаил искал епископства для того, чтобы восстановить церковь свободных христиан. Я глубоко уважаю отца Алексея Старкова, на которого ссылается автор, и уверен, что с его стороны здесь только ошибка памяти. Я не скрываю и не скрывал, что епископство желал, но не для свободных христиан, которых тогда, в 1907 году, еще не было, а для православных, которые желали отделиться от церкви синодской, свободную от государства и синода церковь. Этих я полагал объединить воедино, в единстве и с старобрядческой церковью. По отношению к ним я допускал некоторые уступки, в частности обряда, но опять-таки не по своей воле, а по согласию с церковью. Из этого плана ничего не вышло, никаких мер к осуществлению его принято не было. Может быть, сам план был ошибочен, я запускаю это, но что тут нет ничего похожего на епископство для свободных христиан, очевидно. В частности, насколько я знаю, свободные христиане вообще отрицают епископство, а епископство по апостольскому преемству в особенности. Следовательно, епископа им вовсе не было нужно. Если протерея старков ошибался, то в этом нет беды. Но производящему сыск отцу Карабиновичу нужно бы проверить факты, которые он оповещает миру, правильно или неправильно, было мое посвящение, вопрос решенный. Я действительно признавал в нем некоторое нарушение канона, но с вопросом этим покончил. Святой собор признал мой епископский сан, и снова возбуждать этот вопрос есть, по моему взгляду, недостойное пасторе отрицание авторитета и воли, объединенного в соборе епископства и народа церковному. Однако и здесь отмечаем неправду. Отец Карабинович много чужими словами говорит о том, что епископ не избранный пастой, не есть епископ, но самозванец. Совершенно верно, но отец Карабинович забывает, что в Канаду я собирался не как епископ в определенную уже существующую церковь, а как проповедник для того, чтобы положить начало новой христианской стране, собрать ищущих по имеющимся данным единения со старообрядчеством, собрать православных, тяготящихся казенной церковью, искать новых членов церкви. О каком же избрании, избрании в кавычках, здесь могла быть речь? Далее новая ложь, будто я не хотел, не собирался ехать в Канаду. Я был по дороге в Канаде, был, так сказать, около океанского парохода, а не моя вина, и не моя вина, что я после месячного пребывания в Гаври вынужден был вернуться назад после того, как задержка, очевидно, намеренная моих собственных денег, заработанных учебником для старообрядцев, довела меня до ночлежки в Гаврском доме презрения. Поездка в Канаду после того, как из Америки были получены новые неблагоприятные сведения, теряла свой смысл. Да и на какие средства мог я поехать после растраты на первую поездку всего, что я имел? Далее новая ложь. Сам епископ Михаил подписывается под своими статьями. Епископ Михаил, никогда не добавляя какой он епископ, канадский, старообрядческий или свободных христиан. Посмотрите старые номера биржевых ведомостей и немногие номера речи, и вы увидите, что моя подпись именно такова. Старообрядческий епископ Михаил. Никакого преступления и в подписи епископ Михаил не вижу. Вслед за указанным насквозь лживым предисловием и историей американского ходатайства о помощи Канаде помещается доклад отца Карабиновича, освященному собору с вопросами, обращенными к Михаилу епископу канадскому, старообрядческому. Он начинает ложью, которая повторяется и в другом месте книги. Еще в 1911 году освященный собор через совет при архиепископе послал епископу Михаилу опросный лист, прося его сообщить собору свои объяснения по поводу обвинения его. До сего времени не последовало ответа на это соборное обращение к нему. Никакого обращения никогда не получал, и этот документ настоящее плетение клеветы в той части, которая содержит доклад отца Карабиновича. Я прочитал первый раз его книги, полученные 15 февраля 1915 года. Переходим к вопросам обращения, обращения в кавычках будто бы послана ко мне собором. Книга, которую разбирает в своем докладе Отец Карабинович, написана в 1906 году еще архимандритом господствующей церкви. Все темы ее, обработанные здесь для читателей узкоинтеллигентного склада и потому особым языком, с особой аргументацией, позже рассматривались на странице старообрядческих изданий серьезнее и проще. Почему нужно было тревожить, теперь эту книгу, не справляясь с той передачей ее мыслей? Какая дана позже в более обработанном, в полном виде, я плохо понимаю, но оставим это. Остановимся на возражениях по существу. В вопросе первом докладчик ставит мне вину, что я оскорбляю учителей святых отцов церкви, утверждая, будто они не могли уразуметь все уже римского общественно права и трудной задачи общественного построения на христианских началах. Ниже отец Корабинович видит оскорбление святого Василия Великого, Иоанна Затауста и других, приводя свою мысль, что священники IV века передавали Евангелие в его смысле, приспосабляя его к защите личного бесправия, личного бесправия в кавычках, прав богатых и сильных. Далее докладчик цитирует несколько фраз из разных моих статей, содержание которых может быть сведено к следующему. Некоторые из учеников Христа решили, что о земле не стоит заботиться, что на земле может жить старый языческий закон, и они разделили жизнь на два этажа. Для Бога церковь, молитвы, храме, дома полчаса в сутки, копейка нищему, чтобы купить билет на небо. Докладчик полагает, что этими учениками я называю апостолов, что во всех указанных моих утверждениях нет ничего преступного, нет никакой нужды доказывать всякому, кто знает историю церкви. Разве отношения, например, между иерархией и императорской властью были поставлены нормально и церковно, разве не дана, была в сверке власть императору в размерах, разрушающих самую идею церкви, вплоть до установления самых догматов, до издания вероисповедных указов, типоз, эксцессни и прочее. И против этого восхищения недарованного протестовали только отдельные лица. Вроде святого Осия Кордубского, Феодора Судита. Разве сами святые отцы не жалуются на то, что, например, в законах о разводе церковь вынуждена принимать нормы, не соответствующие евангельскому праву, например, закон, дававший мужу несправедливое преимущество перед женой, названной святителем Григорием, недобрым законом. Эти законы вошли в практику церкви, в своды церковно-гражданских правил, но Василий Великий замечает, 21 правило, что он не может найти разумного основания такого закона. И Григорий Богослов пишет, я не принимаю такого законодательства, не одобряю обычая. Бог установил не так сочинение. Том 3, страница 180-я. Я оскорбляю святых Иоанна, Григория, Богослова, Василия, но разве я говорил о всех священниках Бога Всевышнего? Прочите речи святого Григория Богослова и его характеристики, епископа, в котором он грозил диенской казнью на седалищах их. Святой Иоанн Затаус боролся за заветы Евангелия, невзирая на лицам. Он, между прочим, обличал Евдоксию за грехи Ахаба и похищение участка бедной вдовы, и я не раз указывал на него, на святителя Василия Амбросия Медиаланского, на истиннейших защитников истины. Но кто был главным врагом, например, святого Иоанна? Не Евдоксия, а епископы, часто малодорожившие истиной. Далее только к леветнику могла прийти мысль, что ученики, разделившиеся небо и землю на два этажа и прочее, по моему взгляду, апостолы отдавали жизнь для Бога и ближнего. Из них нет таких, кто бы не пролил за Христа крови своей, и не видеть в изображении фарисея наших дней указания на них может только фарисей. Разве все, что я пишу, не есть желание приблизиться к мыслю, хотя сколько в силах, в чистоте церкви апостольской и ее идеала? Во втором вопросе докладчик упрекает меня на ссылку на апокрифические Евангелия Андрея. Докладчик мог бы знать, что никакого апокрифического Евангелия Андрея совсем не существует. А это выдержки из произведения чистой билетристики. И никто придавать значение писания в кавычках, писания легенде, с этого века не станет. Третий вопрос мы обходим, так как он из области соскового отделения. О, докладчик не знает даже того, что христианские социалисты, в кавычках, на Западе бранное слово для западного работника, что христианские социалисты название реакционной партии, состоящей большей частью из духовенства, было значить термин «христианский социалист». С точки зрения отца Карабиновича очень несносный термин. Не нужно пугаться слов, а знать их содержание. В моем выражении «христианский социалист» неосторожным и неудачным, потому что обычный смысл этого термина «черносотенец» содержится указание только на такое понимание жизни, которое в ярких частях в чертах неоднократно излагалось святым Иоанном Златоустом. Если нет досуга просмотреть всего святого отца, читайте в истории общественных чтений Каутского специальную главу о Златоусте. В четвертом вопросе обвинитель мой спрашивает по поводу одной крошечной статейки. Кто это такие зачарованные, которые смотрят вверх на небо, забывая о земле? Ни подвижники ли, которые по апостолу не имели здесь пребывающего града, но грядущего искали? Нет, это самообманывающиеся люди, о которых писал Михаил Грек, люди, которые свели всю христианскую жизнь во внешнефарисейское законничество, которые думали спастись внешними делами закона без любви и милости, вроде того боярина, которому писал обличительное письмо Иосиф Володский. Вспомнить слово Максима Грека по поводу пожаров в Твери. Вы, говорит он здесь, епископу Акакию, наипаче прогневали меня, предлагая мне доброгласное пение, шум колоколов и украшение икон. Ваши дары смешаны со слезами сирот, крови убогих. Я сожжег огнем дары ваши. Что мне, что вы пишете? Пишите меня с золотым венцом, когда я среди вас погибаю от голода и холода. Удовлетвори меня. В чем я скуден? Довольное пропитание убогих. Вот мой золотой венец. О высоте значения и силе подвижничества я говорил не раз. Например, в очерке в пустыне, речами о движении к небу полны мои статьи, например, к празднику Вознесения. Что же касается статьи Копеечка Давида Лейзера, то уже в Духовном совете 16 ноября 1911 года было установлено, что отец Корабинович навязывает мне чужды кощунственные мысли, какие я опровергаю, как верх кощунства. Пятый вопрос мне в статье «Христианство. Немораль. СТМ. Номер 6910 года. Страница 323». Говорит отец Корабинович, вы пишете только на год Гофе. Гофе только о факте распятия, начинавшегося в Гюстимании и Воскресении. «Христос стал тем Христом, который дал христианскую религию, то есть соединил небо и землю и прочее. Не полагаете ли вы, что эта ваша мысль произведет великий соблазн среди христиан наших, которые могут предложить вам вопросы? Как же вы понимаете Христа, который учил, творил чудеса, преобразился на горе Фаворской и прочее? Неужели тогда он еще не был тем Христом, который дал христианскую религию, а таковым сделался только на Голгофе? В начале абзаца, скорее всего, не Годгофа, а Голгофа. Конечно, Христос и я в яслях. Конечно, Христос и в яслях уже Христос, но религия христианства установлена на Голгофе и Воскресении. Разве суть христианства не в искуплении через крест Голгофский, не в вознесении Христа? Разве не искупление было тем великим делом, ради которого Господь стал человеком? Вообще, спрашивает обличитель, признаете ли вы нужным и полезным для спасения душ христианских дела богочеловека, совершенные им на земле? Сравнивать между собой и указывать, что один из них более свидетельствует об его божестве, а другие менее. Вопрос более чем невежественный и нелепый. Неужели же и не ясно, например, что воскресение Христа более свидетельствует о божестве Господа, чем чудеса исцелений, которые силой Божией творились и праведниками даже в Ветхом Завете? Нужно иметь в виду, что указанное выражение и написано тем и по адресу тех, кто готов был признать Христа как учителя истины и христианства как мораль, и не хотят Христа распятого и воскресшего. Им и нужно было выяснить, что и самая мораль, нравственность Евангелия высшим образом выразила в жертве Голговской. В шестом и седьмых вопросах отец Карабинович требует ответа, можно ли считать православную мысль, что Христос победил смерть силы человеческого духа, что сила воскресившая Христа есть страстное отрицание прежнего человека, закона его жизни. Что Христос воскресил и божества своего и никогда не отрицал. Я никогда не отрицал, но я, конечно, считаю ересь утверждать и то, будто в воскресении не участвовало и человечество Христа. Это было бы ересью евтихианства и монофиелитства. Он воскрес, как Бог и человек, как человек он победил смерть в смертном теле, распявший ветхого человека, грех, лежавший на нем. Не его, конечно, личный грех, ибо он безгрешен и как человек, а принятый именно себя грех человечества. Это распятие можно назвать страстным, то есть мучительным, страдальческим, потому что тяжесть Креста Господней и его страстей закончилась едва ли не главным образом тяжести, принятого им на себя временного отвержения за грех человечества. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Так как беседа в указанных докладчикам местах говорит о подражании Христу. Со стороны человека то и говорить приходится о человеческом страдании Господа, победе над грехом и смертью в нем, как в человеке безгрешном. И это вовсе не отрицание божественной силы воскресшего. Восьмой вопрос. В своих письмах о Христе подлинном вы говорите, далее Отец Карабинович пишите, нужно признать, положить во главу исповедание, что искупление не было еще совершено на Голгофе, потому что оно должно быть еще совершено самим облегшимся во Христа человеком. Признаете ли вы, что искупление уже совершилось, потому что Христос страстью и смертью Своею потребил, есть вся грехи нашим? Девятый вопрос. В письме шестом. Вами проводится та мысль, что страдание Христа не искупило грех. А утверждение этого положения называете ложью. Вы прямо говорите, что церковь должна сказать, что ложь будто бы на Голгофе совершено искупление. Еще раз. Вы прямо говорите, что церковь должна сказать, что ложь будто бы на Голгофе совершено искупление. Не до конца, что искупление должно быть совершено самими людьми, что нужно понять, что Христос и не думал победить один Своею, даже Божественную силу и прочее. Не противоречит ли ваши мысли учению Святой Церкви об искуплении, как уже совершенном деле Христа, а забота людей только воспользуется готовым средством? Нигде никогда я не высказывал мысли, что Христос не искупил греха, дабы Христе искупление совершено. Грех и смерть поражены. Великая спасающая жертва принесена и священы мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Евреям 10.10, Голотам 3.13. Но нельзя думать, как думают, например, сектанты, что спасение во Христе даровано всякому верующему по вере. Так что дела борьбы с грехом, в сущности, не нужны после жертвы Голгофской. Нельзя думать, как думают католики, что дары искупления могут быть усвоены волей Церкви чисто внешним образом, механически, без живого участия верующих, без его староспятия Христу. Господь Христос умер на кресте для того, чтобы искупить души верующих и создать Церковь совершенных. Но хотя Христом сделано все для искупления, открыто для каждого возможность его, были и есть такие люди, которые, начавшие духом Голлата, Голлата 3.3, остались без Христа, отпав от благодати, Голлата 5.4. То есть были и есть и не вкусившие от плода искупления. Иное дело всеобщий факт Голгофской жертвы. Искупивший человечество и иное искупление отдельной личности. По учению святых отцов возможно, что крещение, первый плод искупления, может не коснуться души крещаемой, если он не достоин благодати. По учению тех же отцов святого Макария Великого, святителя Кирилла Иерусалимского, Григория Низского, дар Духа Святого может не раскрыться мгновенным опаляющим до конца обновляющим светом, а раскрывать силу свою постепенно, как искра, разгорающаяся в пламя. Итак, личное усвоение искупления может быть и неполным, как неполны, и плоды искупления в христианском обществе, не достигшем еще той меры возраста совершенно, какой желает от него Христос. Слово «неполное искупление» не мое, только совершенный, то есть достигший победы долгим подвигом восхождения, всякую добродетель и все превосходящие природу нашу, совершенные плоды Духа, производит с усложжением и духовным удовольствием, без утомления, легко не борясь более с греховными страстями, как совершено искупление Господом, говорит святой Ефрем Сирень в слове 117. Значит, есть и несовершенное искупление. Апостол Павел употребляет аналогичное выражение. Ныне говорит апостол, я радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей и скорбей Христовой за тело его, которое есть в церковь. Колоссиным 1.24. Я хотел указать, что искупление совершается не единой волей Господа, но при участии в человеческой воле. При согласии человеческой воле взойти на крест, распясться к Господу, соединиться с Ним в душе и в деле создания Царства Божия, то есть кто чисто внешне уповает на Христову жертву, не творя дела его, не искуплены. Я согласен, однако, что выражение некоторых статей нужно считать неосторожными, но некоторые из места их были выражены мною особенно энергично и повторяю неосторожно. Применительно к читателям, которым статья направлялась, например, статья обращения к студенческому христианскому союзу и сектантам, так как союз и сектанты думают, как и отец Карабинович, что искупление можно воспользоваться как внешним средством. В вопросе десятом мне предъявляется обвинение, будто я утверждаю, что не в отдельных душах дьявол строит вердыни свои, а в злых учреждениях, законах, злых понятиях проповедуя какой-то социалистический взгляд на зло. Что такое, значит, и самые слова социалистический взгляд на зло? Если учение о влиянии среды условий жизни на нравственность, то кто же может отвергать это учение? Разве не говорят о соблазна со стороны людей или о дьявольском вреде злых понятий и Господь, обличавший парисеев, и апостол Павел, обличавший религиозные предрассудки некоторых общин, галатской, каринской? Дьявол сеет слово и в отдельных душах, но это не крепости, не твердыни. Умирает человек, с ним умирает, хотя и не вполне грех его и его соблазняющим влиянием. Грех его в его соблазняющем влиянии. Иное дело злые, в кавычках, нормы жизни, противные воле Божией, правила человеческих отношений, неправильные и опасные взгляды, искажающие Христову истину. Это подлинные крепости дьявола, долговечные, прочные, совершенные, искупление человечества, то есть устроение Церкви Божией требует борьбы с этими крепостями, крепостями дьявола. Явные недоразумения представляют одиннадцатый и двенадцатый вопросы. Для Отца Карабиновича, Царство Божие, которое внутри нас, по слову Христову, есть загробное блаженство души, для меня, по его словам, Царство Божие во внешних условиях жизни. Я полагаю, что в устах Господа Слово Царство Божие внутри вас есть, вовсе не обозначали блаженство небесного, небесного Царства, оединение с Богом в душе, радость принятия в душу Господа. Затем я полагаю, что хотя Царство Христово и на небе, он не о небе велел нам молиться в словах, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Не на небе только, а на земле, как на небе, должно быть Царство Божие, Божья воля. Церковь есть это Царство, и она еще в Иерусалиме уже ставит особую иерархическую степень дослужения столам для внешних условий жизни. В этой Церкви ничего не считали своим и имели все общее. Не ближе ли это к социалистическому идеалу, чем мое утверждение, что Христос желает улучшения человечественности, анизации внешних условий жизни, потому что трудно идти к правде Божией по битому стеклу. Отец Карабинович упрекает меня, что я слова нищие духом понимаю в смысле бедного нищего вместе с ученым Перфидерером. Это ложь, нищета духа, то есть смиренное признание духовной скудности нашей, нашей наготыбель, дочами господними для меня первый шаг в духовной жизни. В указанном месте отмечается мимоходом только факт, что в одном месте весьма многих древних епископов в начале блаженств стоит слово «нищие» без прибавления духом. Это совсем не важно и не исключает принятого смысла, но может быть действительно утешает и нищих в собственном смысле. «Признаете ли вы, что Христос ускупил души для вечного блаженства? Что здесь на земле нужно терпеть, а блаженствовать на небе?» – спрашивает Отец Карабинович. «Вот воистину нехристианский вопрос. Христос ускупил нас, чтобы дать мир нашей душе на земле и главным образом вечности. Но разве это помешало апостолу Павлу установить воскресный сбор для голодающих в Иерусалиме?» 1 Коринфян, глава 16. Заголовочек о спасении души. 13 вопрос. «Признаете ли вы лично спасение? Лично усовершенствованы человека или же утверждаете, что только дьявол мог выдумать эту искусственную подделку под Евангелие, так похожую на истину, так разрушающую Христово дело и Христовы души?» «Новая земля, номер 13, 1910 года, страница 12. «И что лично усовершенствовано, сплетено с общим и не может быть оторвано от него ничем, а искусственно открывается только ложью и дьяволом, выдумавшим спасение без других и насчет других?» Там же, в странице 14, вы утверждаете, что одна душа не спасется. «Один человек не может быть объектом милосердия». Пис.7, страница 31. «Согласуется ли такой взгляд ваш на личное спасение человека с учением в той церкви и с примерами жития святых?» Так спрашивает обличитель. «Да, я убежден, что все истинно святые не искали только личного спасения. Они, как Моисей и апостол Павел, молили Бога, чтобы он лучше вычеркнул их из книги жизни, но пощадил братьев их, народ свой, святой Антоний Великий, в пустыне видеть видение, в котором олицетворялось зло мира и изнемогает скорби от этого видения. А когда оказывается нужным, он бросает пустыню и идет в Александрию. Все подвижники пустынь молитвой своей творили дело укрепления на земле добра и мира. И душа, которая забыла о необходимости содействовать делу устроения Царства Божьего среди людей, есть душа нехристианская и спастись не может. Жизнь в церкви есть общее спасение. И искание спасения только для себя есть выход из церкви, раскол. Мой взгляд подтверждается всеми житиями святых, которые все, сплошное обличение, мудрствование отца Карабиновича. В четвертом вопросе я обвиняюсь в том, что я отвергаю милосердие, благотворительность, жалость, странное дело. Да разве не говорит половина всего, что я пишу о милосердии и жалости, вернее о любви к душевным и телесным скорбям брата. Но десятина фарисея все же ложь, копеечка с рубля ближнему в виде процента, даруемого Богу. Разве тоже не лицемерие и ложь? Разве благотворительность с носом в общество 3-5 рублей, если любовь? Ведь любовь требует, чтобы ты отрывал все, что можешь от наших нуж в пользу ближнего, чтобы мы были готовы жизнь отдать за него, и потому подавать копеечки можно, но со стыдом и смятением совести. Никакого кощунства нет в этом, нет в том, чтобы назвать бесстыдной сделкой с Богом милосердие в две копейки. С рубля даже две копейки с лишнего рубля, когда Евангелие предписывает отдавать последнюю одежду. О труде. Вопросы 15, 16 и 17. Вы утверждаете, что молчание и терпение не добродетель, и что труд и бедность хвалят, чтобы лучше было не трудящимся. С.Л. 3. В кавычках номер 3. Наверное, слово номер 3, страница 11. Вы признаете также счастье только в борьбе за чужое, общее счастье, за хлеб для всех. Христианский ли это взгляд, признаваемый Святой Церковью или же саталитический? Какой сумасшедший будет порицать труд, поскольку он необходим для человека? Труд есть средство воспитательное. Труд необходим не только для самого трудящего, но и для общества, для государства, для церкви. Я говорю о суждении, не о труде вообще, а о том рабьем, труде, который убивает душу, лишает ее способности думать о Боге и Божьем. Отнимает у человека молитву, праздник, жизнь сводит к одному четвертому прошению. Такой труд, если он ради выгод другого человека, живущего трудом, и потом ближних грех, и против своей души, и против самого хозяина. Хозяина, в кавычках, которому потворствуют, в ее хищении труда человеческого помогают воровать. И сказочка о человеке, который и на небе желает только хлеба с маслом, какую ставит мне в упрек обличитель только притчи, которая рисует состояние человека убитого чрезмерным, несправедливым, неправедным трудом из-за хлеба, до того, что и желать ничего кроме хлеба он не может. Я восстаю не против смирения и терпения, без них нет христианства, а против ложного рабиего смирения и терпения, которое не защищает права труда, права семьи и детей, то есть права души и ближних, не позволяет хищнику убивать жизнь, здоровье, не только физическое, но и душевное его семье. А социалистический это взгляд или церковный, это вопрос невежества. Это взгляд церковный, взгляд святителя Иоанна Златоуста, святителя Василия Великого, святого Ефрема Сирина, боролшегося с голодом, святого Нила Сорбского, святого Максима Грека. Это взгляд христианский действительно и социалистический взгляд, особенно хорошо разъясненный святителем Златоустом. Седьмой, семнадцатый вопрос. Всякое страдание, по вашему мнению, есть искажение воли Божией. Поэтому все, что причиняет страдания, рабский труд и не считая ночлежки и прочее, все это от людей, уж, конечно, не от Бога. И не радоваться страданию нужно, а ненавидеть и желать, чтобы его не было. Новая земля, номер третий, страница 12-13. Правила осверения, трудения и противления, которые по какому-то недоразумению считаются цифрически христианскими, даже не просто дохристианственны и не полухристианственны, а противохристианственны. Не противоречит ли это ваше учение Святой Древле Православной Церкви о сих добродетелях? Сознаюсь, не всякое страдание есть искажение воли Божией. Это преувеличение. Но правда то, что в большинстве страдания, например, болезни, результат греха, что люди страдают страдания вопреки воле Божией. Что люди создают страдания вопреки воле Божией. О любви и мере, что нищета, ночлежки, публичные дома, все это не от Бога, конечно, а от людей, которые опоганили лицо земли. Но разве можно радоваться последствиям греха? Страдающий может радоваться страданию, как средство очищения и искупления. Но каждый христианин, конечно, обязан бороться с страданием, которое от греха желает, чтобы его не было. Что вместе значит желать, чтобы не было и греха. Вопросы 18 и 19 о Толстом, о том, что я в собрании о Толстом прочел молитву. 17 глава святого Иоанна. Можно ли молиться за неправославных, за иеретиков? А не знаете вы церковного рассказа, что император Феофил иконоборец был искуплен из-за молитвы его супруги и всей церкви? И святой Макарий, великий молитва, которую облегчает участь даже языческих жрецов. Я не хочу спорить с отцом Карабиновичем о Толстом, как я говорю и думаю об его догматическом учении. Все знают, а как я оценю его по человеческой его совести, по мере жившей в его душе жажды добра и истины, это дело касающееся только меня. Но главное, разве 17 глава Иоанна есть молитва о Толстом? 20 вопрос сыскного типа вопрос. 20 смешон. Голговские христиане одели свою идеологию на три четверти в мои слова. Признаете ли вы это допустимым? Спрашивает отец Карабинович. Отчего же я могу признать это недопустимым? И как я могу запретить другим думать в отдельных вопросах? Как я? Я могу только радоваться этому, хотя бы не соглашался с тревять четвертями чужую, что голговские христиане, тогда еще не объединенные, просили меня написать статью о христианстве, которая не мораль, нравоучение, а система высоких догм. В этом я не вижу ничего греховного. Я написал не по вероучению сектантов, а по учению сверху святой. 21 вопрос я пишу, что веселье не всегда грех. И указываю на Давыда, пресавшего перед ковчегом. Отец Карабинович видит лыжиучение в этих строках. Но ведь Давыд-то все-таки скакал и пресал перед ковчегом. А действительно действие детей, прыжки и скачки, разве в них есть грех? Это только выражение физической радости и все. Я лично отношусь с большим осуждением к танцам, по-моему, заключающим почти всегда половой соблазн. Но это не мешает представлять возможности такого танца. В каком не будет греха и будет одна детская чистая игра? Отшельник, поощрявший не пляску о игре старцев, был святой Антони Великий. 22 вопрос. Я пишу ересь, что Евангелие есть книга прежде всего о земной жизни. А разве вся Нагорная проповедь не о земной жизни? Разве притчи и не советы о земном поведении? Разве Христос не образец чистой земной жизни? 23 вопрос. Какой-то бред. Именно кощунством я и считаю такую жизнь христиан, которую жизнь делят на два этажа. В праздник храм, молитва, лампада, в будни, да и в тот же праздник после обедни, сплошной грех. В праздник служба Богу, а в будни, жизнь без Бога, как будто Бог выторговал у человека в воскресный день. Да, это кощунство, но не моё. Отношение, заголовочек отношения к старобрячеству. Это новый отдел книги отца Карабиновича. По словам Асака Карабиновича, я предполагал в случае объединения большого числа сенотских, отошедших от сенотской церкви к старобрячеству, допустить для них отступление от некоторых частностей обряда. Верно. Но если я собрался это сделать, то об этом я открыто и вперёд заявлял. И если я ошибался, то это прошлое, которое не осуществилось на деле. Да, говорил уже я об этом. Второе. Да, я был уверен, доселе уверен, что церковь старобряческая будет безбоязненно скрывать, открывать учения о правде земной, о том, какой должна быть земля праведная. То есть не откажется делать то, что считали своим долгом Святой Златоуст Василий Великий, Амбросий Медиоланский, Наши Святой Нил Сорский, Максим Грек и прочие. Третий вопрос. Старобрячество, по словам вашим, есть борьба прежде всего за церковный народ, за права народа против надвигающегося паспорства и властного епископства. Что протопопа Аввакум смысл своего дела полагал в охране прав народа и что праведное старобрячество состоит главным образом хранения начала церковного демократизма. Да, старобрячество есть по существу борьба церковного народа против папства Никона, против надвигающегося властного епископства, отрицающего народ церковный. Полагаете ли вы, что и все старобрячество согласно с вашим взглядом? Или же это одно ваше предположение? Старобряческая мысль, наверное, 1910 года, страница 65-67. Спрашивает обличитель, все ли согласны с этим, не зная, но что охранение церковной соборности в церкви есть великая обязательная задача, но в церкви бесспорно и в защите этой соборности было, между прочим, дело Аввакумом. Четвертый вопрос. На основании каких данных вы утверждаете, что начало властвования проникает в значительной мере в создание старобряческого епископства? Что будто бы наши епископы уходят на Олимп, что епископат монашеский, внесемейный и такой до известной степени внежизненный, химнический, грозит сужением широкого церковного дела. Старобряческая мысль, номер 3, 1010 год, страница 138. Последняя ваша мысль не есть ли заявление, что епископы наши, как иноки, внесемейные и не способны широко вести церковное дело, порученное им Христом? Основания всем известны. На соборе лишнее. Зачем кричать? Лишнее. Зачем кричать? Старание епископов некоторых устранить мирян из собора, брошюры и книги в пользу того, что епископы в церкви. Все. Конечно, при таком направлении епископата он может грозить сужением церковного дела, отодвинуть серьезные вопросы церковной жизни в пользу мельчайших мелочей, вроде одного камушка в какой-то ноте. Кроме того, я полагаю, что решение дел церковных одним епископатом действительно налагало бы на жизнь церкви печатьюзости и односторонности. Пятый вопрос. Вы утверждаете, что будущее старобрячества зависит от того, сумеет ли оно восстановить веру, величие и силу церкви. Разве вам известно, что у старобряцев такая вера и величие в силу пала? Дальнейший конец вопроса так безграмотный, что понять его невозможно. Я говорил не о старобряцах, а о внешних, которые могут понять величие и силу старобрячества, только тогда, если оно энергично проявит свой рост и свое превосходство над прозенным бессилием господствующего исповедания, руководить волей верных. Шестой, седьмой, восьмой и двенадцатый вопрос обвиняет меня в том, что я считаю опасной тут церковную охранительность, которая старую букву признает выше воли наличечной церкви в том, что по их словам есть правила, которые не одобряли сами святые отцы. В том, наконец, это полная боязнь перемены, даже в малом выражает неверие в церковь или церковь в себя, отречение от пребывающей силы Духа Божия в ней. Да, я верю, что в церкви всегда жив Дух Святой, и поэтому она в праве и силе пересматривает дисциплинарные правила и каноны, вводит новые правила, изменяет внешний чин, когда найдет это нужным. Что это в церкви делалось всегда, что многие прежние правила отменялись позднейшими соборами, а, например, чин богослужения сложился медленно, в течение более тысячи лет. Я полагал, отец Карабинович знает, известный Васян Патрикеев обратился к митрополиту Варлааму и Духовному собору с докладом о противоречиях, неисправности кормчей. Чему верить, как разрешить, когда в правилах есть супротивно, Евангелие, апостолы, митрополит и собор, не увидели ересь в заявлении Веспасиана, что Василий Великий, Григорий Богослов, считали некоторые брачные каноны недостаточно добрыми. Мы указали уже выше, Василий Великий рассуждает 19 правила Анкинского собора, считает мелочным правилом 21 его собрания. Святой Григорий говорит о том же правиле. Да и сейчас разве не указывали в литературе, например, новшество старообрядчицы, совершение врачного чина, пение на венчание, того, что не подобает и тому подобное. Без церковного распоряжения это бесчиние, но неужели церковь не могла бы установить здесь единообразный даже в чем-нибудь новый чин? Если вы требуете неприкосновенности буквы, то значит осуждаете деятельности Максима Грека и Геонисия Троицкого и наших Аввакума и других кружок Вони Фатиева, стоявших за пересмотр буквы, за согласование правил. 33-й, 14-й, 15-й вопрос содержит повторение старых обвинений. Я уверяю, что Скорбинович упрекает церковь за то, что она не понимает свое божественное назначение, которое состоит не только в том, чтобы спасать души и совершенствовать личное бытие, оно состоит еще в том, чтобы блюсти истину откровенных тайн, чистоте, неприкосновенности и полноте. Церковь, по вашему убеждению, должна просвещать и гражданскую, и государственную совесть, осветить жизнь во всех ее проявлениях. Вопрос 13-й. Я указываю на святителя Иоанна Затауста и других обличавших царей духовных, будто бы не доумевая, отчего в старообрядческом не слышно речей святителя Иоанна о лжи, жизни и ее порядке, о расхищении сильными труда человеческого и тому подобное. Не призываете ли вы этим старообрядческих иерархов к вмешательству в политическую жизнь нашей страны? Вопрос 14. Не думаете ли вы, спрашивает Отец Карабинович, далее, что пастыри обязаны обличать тех, от кого зависит сделать землю Христовым Царством, и что вообще они должны выявлять правду о земле, а не о спасении душ христианских и о Царстве Небесном, в том граде грядущем, к которому должны стремиться все помыслы истинных христиан. Во-первых, то, что сказано или касалось не старообрядческого о Церкви Господствующей, говорило об епископах, а не о Церкви. Во-вторых, я желаю того, что считали желательным и обязательным святые отцы. Я ничего не писала в обличениях к царям, но, конечно, мог бы указать резкие обличительные речи на Тиле о лжи жизни и ее порядке, о расхищении труда у святителя Иоанна Затауста и других отцов. И они, и наши русские святители Милы Максим много писали и говорили о том, что иерархия обязана выявлять правду о земле. Даже мои слова о том, что нет речей святителя Иоанна буквально взятого Максима Грека. Читайте сочинение Максима Грека о царстве, о отца Василии. Но о вмешательстве в политическую жизнь страны говорю я, не о вмешательстве в политическую жизнь страны говорю я, а призываю к проповеди христианских общественных понятий. Я желаю, чтобы священники стремились не зря на лиц называть ложь ложью, воровством, труда воровством и так далее. После статей, кто единомышленники епископа канадского, совершенно не относящиеся к делу, повторяющие старые статьи, учения с той церкви и измышления епископа Михаила, тоже повторяются. Тоже повторяющие старые обвинения в виде наивной параллели моих мыслей и отечественных или библейских, большей частью самых известных, ясных и неоспариваемых решительно никем. И тем не менее, мною, отец Карабинович, статья хитросплетения бывшего профессора, увлекает меня в том, что я советую заботиться о теле, об его здоровье и чистоте, и всерьез доказывает, что нужен хвост, воздержание, трезвость и умеренность, а не уточнение плоти, не забота об ее чистоте. Увы, апостол Павел положительно предписывает Тимофею заботу о здоровье. 1 Тимофею 5.13. «Стреть ей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». А речь о том, что нужно не уточнение тела, а воздержание, только смешным. Всем известно, что даже гиена пищи о книгах безверных ученых постоянно напоминает, что мы едим больше, чем следует, что для здоровья тела и духа нужно воздержание, умеренность и пост. О значении поста для жизни духа писал десятки раз и даже в тех статьях, которые цитирует обвинитель. «Жизнь дана нам на службу Богу и ближним, потому сокращать ее небрежность к телу, значит, бежать от своего долга». Здоровье тела – условия делателей свободы духа. Конечно, и болезнь, если она не есть плод греха, может соединяться с духом сильным и пламенным, с великими подвигами, но это исключительный дар Божий. А в жизни обычной болезнь часто вызывает нарушение деятельность мозга и расстройство всей чувствительной нервной системы, потому, конечно, делает малогодным человеком на служение делу Божию. Повторяем, что забота о здоровье не мешает, а требует воздержания и целомудрия. Более глухомысленного трактата о посте отец Карабинович дает ряд документов, излагающих учения голгофских христиан. Для чего это? По мнению отца Карабиновича, ответственность за эти воззвания падает на меня. Странное дело. Ряд моих мыслей усвоен особой религиозной группой. На основании этих мыслей, часто пользуясь моими словами, она создала свое исповедание. Если не считать упреки и не старообрядческой цитации некоторых молитв, неизбежной для меня в 1912-х годах, когда приходилось писать вдали от всяких старообрядческих книг. Я писал по памяти, поручая редакции особой просьбой проверить такие места. Положим, что в этом исповедании есть сложные мысли, но если они взяты у меня, то их должно отыскать в моих сочинениях. И по поводу всего мною написано, я даю ответ. Если же известных утверждений нет в моих книгах, на каком основании приписывать эти утверждения мне? Зачем мне отвечать по их поводу? Я не рассматриваю исповедание голговских христиан по существу. Мне кажется, что в нем неосторожная форма, чрезмерная резкость тезисов, недостаточно любовный тон. Но особого противоречия духу церкви не вижу. Однако повторяю, что отвечать за то, что не принадлежит мне, не есть мое до последнего слова и мысли. Не хочу в предъявлениях мне таких обвинений, не хочу и предъявления мне таких обвинений считаю недобросовестным. Епископ Михаил Соробляческая мысль, 1915 год, страница 349-355-596-607 Смиряться перед Богом очень просто. Зависит жизнь, дыхание от Него. С утра до вечера и ночи что-то просим ущедрого на милости и говым. И если Он нам планы не открыл, а замыслов своих, о нашей доле, мы им искуплены, Он вновь нас сотворил. Все в нас Его, чего же надо более. Все миллиарды клеток в голове заряжены энергию, свыше открыто видеть все, не окриветь, когда молекулы налево нам колышут. Смиряться, слушая шорохи извилина, отображены совести, случайно не сожжены. Все от Него, притом преизобильно, с Ним каждый может быть похожим над Самсоном. Да как они смиряться перед Богом, Всевышним, Всеблагим и Бесконечным. Как ощупив бредем отмеренные сроки, бесчетной милости Его на нашем млечном. Он вымерил по силам в моготу, Отвесил порциями в детстве и на вырост, Чтоб час разлуки словно по мосту, Как посуху прошли, прославив милость. Кто знает Божие библейские уставы И слышат голос Духа ежедневно? Тому легко пить Егове славу, Быть нужным ближнему хотя бы чем-то. Смиряться по уставу перед мужем Легко и благостно, Искупленной жене муж как ядро для атома, Сверхнужный, не только на его, но и во сне. Смирением перед Библией украсится, Прикоснувшаяся с нашим христианством. Безугоризненную войну объявит страсти. Бог вывесит его из рва на пасти. 19 марта 2005 года Игнатий Лапкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова